Добрый вечер! Меня зовут Александр. Я занимаюсь тем, что мешаю бетон. Сегодня я хотел вам рассказать о чем-нибудь таком простом, о чем-нибудь, что всем будет понятно и приятно, о чем-то, о чем мы все любим и с чем мы каждый день встречаемся. Я решил рассказать о дисперсных системах. Почти наверняка все вы знаете, что такое дисперсные системы. А если кто-то и забыл, что это такое, то сейчас я вам коротко об этом напомню. Ну, для тех, кто вообще не помнит из какой это области, это вообще что математика, биология, программирование, там везде есть системы. Я расскажу так, что это вообще-то физика и химия. Физика и химия, и конкретно дисперсные системы, это вот то, что нам нравится. Это вот дисперсные системы мы в небе наблюдаем, мы их пьем по утрам, мы ими чистим зубы. Если совсем рассказать, почему же дисперсные системы нам так важны, почему хочется об этом рассказать, вот посмотрите на облака. Вот дети часто на облака смотрят и представляют себе разных животных. А вот если у ребенка спросить, а из чего облако состоит, какое оно? Ну, дети разные рассказывают, кто-то говорит, что оно из ваты состоит, облако. Ну, а с другой стороны, спросите у взрослого, в каком состоянии находится облако, что это такое? Ну, я не думаю, что абсолютно все смогут дать правильный ответ, потому что правильным ответом будет, что облако это дисперсная система. Итак, что же такое дисперсная система? Что такое дисперсная система? Хорошо можно объяснить с помощью другого всем известного определения, это термодинамическая фаза. Если вы думаете, что с термодинамическими фазами вы никогда не сталкивались, то, спешу вас обрадовать, вы практически везде термодинамические фазы видите. Потому что термодинамическая фаза – это некое количество вещества, однородное по своему химическому составу и ограниченное определенной поверхностью раздела. Проще говоря, это кусок чего-нибудь. Или не кусок, а где-то налито, где-то что-то в воздухе. Так вот, дисперсная система – это когда у нас одна термодинамическая фаза, ну вот как здесь синеньким показана она, она называется дисперсной фазой, находится внутри другой термодинамической фазы, которая называется дисперсионной средой. При этом между ними существует некая вот такая вот прослойка, которая зовется границей раздела фаз. Ну, она на самом деле не такая толстая, она совсем тоненькая. Это фактически просто граница, где молекулы одного вещества заканчиваются и молекулы другого вещества начинаются. Но она очень важна, потому что само ее существование определяет то, что дисперсная система может существовать. В связи с этим нужно сказать, что хотя очень много веществ, пар веществ могут образовывать дисперсные системы, есть огромное количество веществ, которые никогда дисперсных систем не образуют. Это когда, это два газа, молекулы газа все время перемещаются в пространстве, поэтому никакой границы раздела фаз там просто не возникает. Но вместе с тем, если у нас всего лишь дисперсионная среда является газообразной, а дисперсная фаза в каком-то из других состоянии находится, например, твердая или жидкая, то эти системы дисперсные как раз настолько распространены, что все мы их, буквально все мы их каждый день видим, знаем, и они, можно сказать, даже определяют наше настроение в этот день. Вот как, например, сегодняшняя погода. Сегодняшняя погода у нас такая, что мы куда бы ни посмотрели, мы везде видим определенный вид дисперсных систем, которые называются аэрозолями. Ну, обычно люди представляют себе вот так аэрозоль, когда им говоришь слово аэрозоль, ну вот оно, вот он в баллончике тоже. Но на самом деле, вот сегодня у нас все небо в тучах, можно сказать, что у нас все небо затянуто аэрозолями. Аэрозоли у нас бывают жидкими, вот как, например, туман или облако. И бывают твердыми, когда твердые частицы в воздухе находятся, во взвешенном состоянии. Вот, например, пылевая буря, тоже кто-то неслабо пшикнул. Ну, кстати, вот когда мы смотрим, дымок красивый подымается, это тоже твердый аэрозоль на самом деле, или, например, пар над чашкой чая, это аэрозоль жидкий. Но дисперсные аэрозоли, это, так сказать, то, что нам эстетическое удовольствие доставляет. А вот дисперсные системы с жидкой дисперсионной средой, они нам нравятся по гораздо более приземленным причинам. Потому что дисперсные системы с жидкой дисперсионной средой, это очень много продуктов питания. Это и молоко, и масло, и соки различные. Так что, кстати, кровь. Ну, не в том смысле, что это, конечно, кому нравится, может попробовать кровь, но вообще я имел в виду, что наша кровь сама по себе тоже является дисперсной системой определенного вида. Это так называемая суспензия. Суспензия – это когда у нас в жидкой дисперсионной среде дисперсная фаза находится в твердом состоянии. Вот здесь приведена в качестве примера краска. Наша самая обычная. Там твердые пигменты находятся внутри каких-то жидких масел, которые и, ну, с которыми вместе они вот такую вот краску и образуют. Еще есть такая штука, как эмульсии. Ну, здесь приведена в качестве примера какая-то техническая эмульсия. Но наше самое обычное молоко – это тоже у нас эмульсия. И эмульсия интересна тем, что это вообще-то тот случай, когда у нас и дисперсная фаза, и дисперсионная среда жидкие. Две жидкости и все равно образуют поверхность раздела фаз. Далеко не всегда, кстати, образуют, но об этом я чуть позже скажу. Что касается варианта, когда у нас дисперсная фаза жидкая, а дисперсная фаза газообразная, а дисперсионная среда жидкая, то это мы все тоже отлично знаем. Это вот пена. Так и называется. Пены. Ну, в связи со всем этим, вот у нас как бы что-то в чем-то плавает. Это же должно все удерживаться некоторое время в стабильном состоянии. Возникает вопрос. А почему они вообще, почему они мгновенно, абсолютно все дисперсные системы не разрушаются? Они разрушаются по той причине, что там все силы, которые на частице дисперсной фазы действуют, они уравновешены. Причем самая главная сила здесь, это сила поверхностного натяжения. Она возникает там, где как раз на границе раздела фаз, и она в мире дисперсных систем самая мощная. Она стремится как можно сильнее сократить вот площадь этой самой поверхности раздела фаз. Ну, в случае, когда это пузырек воздуха, здесь ей мешает, она сжимает его до той степени, пока эта сила не уравновесится с силами газового давления в пузырьке. Что касается висения в среде в какой-то, то она обеспечивается тем, что у нас сила тяжести уравновешивается силой Архимеда. Все силы уравновешены. Ну, как правило, речь идет о совсем небольших частицах или пузырьках чего-то, жидкости или газа. Однако, это одинаково справедливо, что для пузырька в воде, что для частицы пыли в воздухе. Однако, иногда сила поверхностного натяжения играет против дисперсных систем. Это случай, когда она слишком сильная. Потому что, когда у нас две капельки чего-либо близко, то она старается встретить их в одну большую каплю. И в этой капле уже не соблюдаются вот те условия равновесия, которые были на предыдущем слайде. И поэтому для таких, для создания искусственных дисперсных систем, в частности искусственных эмульсий, применяются такие вещи, как эмульгатор. Наверняка все их слышали в названиях, то есть в составе продуктов различных питания. И вот вы будете знать, что по сути своей, что они делают. Они не дают вашему продукту расслоиться. Они однородность его обеспечивают. Благодаря тому, что они покрывают поверхность вот этих пузырьков, внутри другой жидкости и снижают силу поверхностного натяжения, благодаря чему может стабильно существовать дисперсная система. В связи с этим возникает интересная идея. Поскольку у нас по своей сути эмульгаторы являются так называемыми поверхностно-активными веществами, то поверхностно-активные вещества у нас используются среди многих своих применений и для пускания мыльных пузырей. Так вот, интересная мысль есть, что если мы мыльный пузырь надуем каким-нибудь газом, не воздухом, и при этом отрегулируем его размер таким образом, чтобы в нем соблюдались все вот эти условия, то есть чтобы он висел в воздухе, то совокупность таких пузырей по-своему, в принципе, притянутая немножко, конечно, за уши, можно назвать искусственной дисперсионной системой, в которой и дисперсная фаза, и дисперсионная среда находятся в газообразном состоянии. Ну, это все касается тех систем, в которых дисперсионная среда или жидкая, или газообразная, там, где оно все может перемешиваться сильно. Там, где дисперсионная среда твердая, таких систем у нас тоже очень много. Как правило, они нам столько радости, как предыдущие виды не приносят, но они очень полезны для нас. Вот, например, самый простой пример – это самая обычная губка. Это вариант дисперсной системы, когда дисперсионная среда у нас твердая, а дисперсная фаза у нас газообразная. На примере этой же губки хорошо видно, что если мы эту губку, например, пропитаем водой, что у нас получится? У нас фактически одна дисперсная система перешла в другую, в которой уже дисперсная фаза не газообразная, а жидкая. При этом, если мы пропитаем такую губку чем-то, что способно твердеть, каким-нибудь пластиком, например, другим, то после твердения мы получим дисперсную систему типа «твердое тело в твердом теле». Мы все, наверное, уже хорошо знаем такие системы, они у нас обычно называются композитные материалы. Ну, вот композитные материалы можно по-разному получать. Ну, вот, например, есть такая штука, как армированный пластик. Тут совсем немного другой принцип, его получение тут не пропитывалось ничто, ничем. Но зато хорошо видно, что хотя у нас всегда дисперсная фаза однородная, форма ее может быть любой. Линейная форма в виде сетки – это тоже дисперсная фаза, и ничего ей как бы не мешает. Вот. И таким как бы образом, ну, что я хотел сказать? Я хотел сказать, что вот куда бы мы ни посмотрели, у нас везде можно увидеть дисперсные системы. И в качестве такого вывода или итога сегодняшнего рассказа я предлагаю вам посмотреть вот на эту картинку. Чашка кофе стоит на столе, вот здесь, ну, можно бы насчитать и больше, но лично я твердо насчитал четыре дисперсные системы. Первая – это сам кофе в чашке, это у нас суспензия. На поверхности кофе находится у нас пена, и над поверхностью поднимается пар, это аэрозоль. Ну, и стоит чашка на столе, это или дерево, или ДСП. ДСП – это композитный материал, газообразная фаза в твердой среде. И как бы при желании вы можете продолжить это и поискать дисперсные системы где-то еще. Спасибо за внимание. Добрый вечер. Я хотел бы спросить, вот эта керамическая чашка является твердой дисперсной системой в твердой дисперсной системе или нет? Она же из разных элементов, по идее, керамика состоит. Ну, понимаете, есть дисперсная, смотря на каком уровне мы ее рассматриваем. У нас, если посмотреть, очень, кстати, такой вопрос, который часто насчет дисперсных систем задают. Дело в том, что у нас практически в любом материале есть микропоры, ну, кроме металлов. Если мы опустимся на тот уровень, на котором мы эти поры уже можем рассматривать, тогда это, да, дисперсная система. Что касается конкретно керамики, то керамика, это у нас что? Это глина. Глина, вообще, как бы считая, несмотря на то, что она состоит из ряда оксидов, она считается достаточно однородной. И вот в процессе приготовления, там, где, ну, это смотря, конечно, ну, керамику для чашки там шликерным способом изготавливают, там очень сильная гомогенизация происходит. То есть равномерное перемешивание этой смеси, как бы внутренние какие-то, собственно, то, как бы, собственно, сам материал глину можно считать в этой чашке однородной. Вот поры в ней, это микропоры, это порядка, там даже меньше микрона. Вот, в принципе, на этом уровне ее, как дисперсную систему, можно рассматривать. Да. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Вода с растворенной солью, натрий хлор, это дисперсная система? Чистая вода? Если, смотрите, какое главное условие для дисперсных систем? Там должна быть поверхность раздела. Дело в том, что, когда происходит растворение, там, конечно, может тоже, в определенных пределах, когда это пересыщенные растворы, там, конечно, могут образовываться мицеллы, и там уже сложно сказать. Вот, когда это, там достаточно сильно все растворено, то, как бы, поверхности раздела фаз нету, и нет, это не является дисперсной системой, растворы чистые такие. Окей, тогда раствор с макромолекулами, белок, ДНК, если нет мицелла агрегата? Ну, это, вы знаете, сложный вопрос. И где граница тогда между... Нет границ на состоянии, нельзя давать мицелла агрегат на состоянии молекулы, верно же? Ну, вопрос не в этом. Как назвать раствор с молекулами, как определить, дисперсный он или нет? Как определить, если... Вы знаете, на... Вот у нас белки, они у нас сколько, порядка до сотни нанометров, по-моему, длиной или несколько сотен нанометров. Вот если мы рассматриваем наше вещество или нашу систему на уровне, когда размер в сотню нанометров нами как бы имеет значение в такой системе, что неоднородность такого масштаба. В принципе, нет, вы знаете, нет, потому что все-таки поверхность раздела фаз, это все-таки, это когда один слой молекул соприкасается с другим слоем молекул. В принципе, там как минимум один слой молекул должен быть, как бы со всех сторон, потому что там, если опускаться глубже, например, в природу той же силы поверхностного натяжения, она возникает из-за того, что у нас энергия молекул, которые на поверхности находятся этой фазы, она отличается от энергии связи молекул внутри этой фазы. И вот за счет этого там, собственно, вот эти все явления, вот как смачивание явления, у нас же есть те вещества, которые смачиваются, которые не смачиваются, гидрофобные. Вот это как раз за счет того происходит, что там в каких-то случаях у нас энергия на поверхности получается больше, чем внутри фазы, а в каких-то меньше. У меня вопрос такой, а можно приготовить дисперсную именно среду в норме абсолютно смешивающихся жидкостей? В норме из тех жидкостей, которые смешиваются полностью, можно только при помощи эмульгаторов. Спасибо. Другим способом никак. Эмульгаторы для того и добавляют в то же самое, в пальмовое масло, что оно в обычном состоянии со средой не смешивается. То есть смешивается слишком хорошо и не образует вот эти самые, не образует отдельную дисперсную фазу. Спасибо. У меня такой вопрос. Дисперсная система только тогда, когда одно вещество включает в себя другое? То есть когда у нас просто есть, допустим, в бутылке две жидкости, там масло и вода. То есть пока они просто, ну есть граница раздела фаз, но они не одна в другой. Это еще не дисперсная система. Это еще не дисперсная система. Окей. Мальчик. Так, передавайте. Здравствуйте. Вы в начале презентации сказали, что два газа не могут быть дисперсной системой. А есть еще вещества, которые не могут быть дисперсной системой? Ряд жидкостей не могут быть дисперсной. Вот предыдущий, то есть через один вопрос до этого спрашивали про, могут ли образовывать свободно смешивающиеся жидкости дисперсную систему. Не могут. Те, которые, либо которые совсем не смешиваются, вот как вода с маслом висят друг над другом, либо те, которые полностью растворяются друг в друге, образуют единый химический состав, те тоже не могут. А если заключить одну жидкость, к примеру, в мицелы, как в липидную оболочку, ну как в клетках происходит, тогда можно сделать дисперсную систему из двух не смешивающих, наоборот, из двух абсолютно смешивающих жидкостей. Вот эмульгаторы, вот как раз так и действуют. Они покрывают вот эту вот дисперсную фазу, точнее ее частицы тонкой пленкой, и этой пленкой, пленка снижает силу поверхностного натяжения, и как бы, ну там разные, это уже сложнее вопрос, там какие механизмы идут, в некоторых случаях там нужно, например, обеспечить гидрофобность какой-то из фазы, просто, как бы, когда у нас есть молекулы с полярными какими-то ветвями, когда у нас сильно полярные молекулы есть в поверхностно-активном веществе, то они могут, как бы, отделить одну фазу от другой чисто за счет электростатических каких-то электрохимических сил, и вот, как бы, это уже вопрос сложнее, в каких случаях чего там происходит. Вот как бы так. Пожалуйста. Александр, у меня такой вопрос к вам. Существует ли в коллоидных растворах такое поведение коллоидных частиц, когда они образуют суперструктуры, проявляют какое-то поведение групповое, образуют, ну, в общем, происходит что-то, что свойственно только этим системам, и в какую сторону углить? Это очень общий вопрос. В коллоидных растворах чего только не происходит. Там, в принципе, коллоидные растворы у нас, там, много, от чего это зависит, там, поведение. Ну, вот, как бы... То есть, бывает ли такая... По большому счету, вся жизнь на Земле – это определенный вид поведения коллоидных растворов. Во многом. Жизнь на Земле – это вся... Это вот такое особое поведение, где и атомные силы свое играют, и адгезия, и адсорбция, и коагуляция, что угодно там еще. Хорошо. А как называются суперструктуры в коллоидных растворах? Ну, ну, мицеллы в коллоидах образуются у нас. А, понял. Ну, как бы... Я просто немножко не понял, что именно... Спрашивается про совсем большие... Ну, хорошо, потом, потом, спасибо большое. Совсем про большие структуры или про что? Ну, сложные структуры. Про совсем сложные? Ну, совсем сложными структурами в растворах занимается органическая химия. Вот там вот молекулы действительно образуются сложные. Здравствуйте. Вот мне сегодня дает вопрос по поводу бутылки с жидкостью водой, допустим, и с жидкостью, которая, допустим, растительное масло. Правильно ли я понимаю, что если мы сильно взболтаем эту жидкость в бутылке, мы получим дисперсную систему жидкости-жидкости? То есть будут какие-то области масла, которые будут плавать в воде? Ну, на какой-то короткий момент вы получите такую систему, но все зависит от того, сможете ли вы такого размера получить пузырьки масла в результате взболтывания, чтобы для них вот это вот условие соблюдалось. Ага, то есть на какой-то момент можно получить. Потому что, и еще вопрос, будет ли у них вот эта вот черненькая сила, сила поверхностного натяжения достаточно слабая, чтобы даже вот этого размера пузырьки, которые друг с другом рядом оказались, мгновенно не начали слипаться в единый большой пузырь. А как только у нас, поскольку у нас масло гораздо легче воды, как только у нас достаточно большие начинают образовываться, они начинают всплывать на поверхность, происходит расслаивание. Прекрасно, а теперь предположим, что мы за этот короткий момент, когда это является дисперсной системой, опустили температуру нашей среды ниже точки плавления масла, но выше точки плавления воды. То есть масло стало твердым, а вода стала жидкой. Будет ли эта дисперсная система твердая в жидком? Да, почему бы и нет. Спасибо. Все. Субтитры сделал DimaTorzok